В телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской напоминают, что жители города до 30 мая могут принять участие в голосовании за общественные территории, претендующие на благоустройство в 2023 году по программе формирования комфортной городской среды. Для этого необходимо зайти на сайт 63.городсреда.ру, авторизовавшись через госуслуги или на платформу обратной связи госуслуги.решаемвместе. В перечень территорий, участвующих в голосовании, вошли 20 пространств по всей Самаре. Администрация Красноглинского района Самары напоминает жителям, что коронавирус по-прежнему опасен и приглашает пройти вакцинацию. Информацию о графике работы прививочных кабинетов, особенно в выходные дни, можно уточнить на сайтах медицинских учреждений. Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуг или по номеру горячей линии 122, телефоном поликлиники. Повторная вакцинация проводится спустя полгода после первичной. Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков сделал репост сообщения Виктора Казакова, депутата Госдумы Российской Федерации, в котором он сообщает, что осмотрел ход работ по благоустройству территории в рамках программы формирования комфортной городской среды по адресам улицы Ташкентская, дом 170 и улица Георгия Димитрова, дом 74. Работы ведутся активно, контролируют ход строительства и неравнодушные жители, которым небезразлично преображение родного двора. Администрация Самарского района сообщает жителям о том, что 26 мая в Самаре пациенты с подтвержденным онкологическим диагнозом могут получить бесплатную консультацию профильных врачей, среди которых кандидаты медицинских наук и специалисты с клиническим опытом в России и за рубежом. Проанализировав результаты, эксперты совместно примут решение о возможности лечения и госпитализации. Пациентов ждут по адресу город Самара, улица Степана Разина, дом 48, третий филиал Самарской больницы.